С олимпийской чемпионкой и правнучкой героя Советского Союза Александра Васильевича Кочетова, Аделиной Сотниковой, глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился незадолго до церемонии открытия кадетского корпуса. Еще несколько лет назад в Чувашии не было серьезных площадок для занятия фигурным катанием и хоккеем, рассказал спортсменке Михаил Игнатьев. Теперь созданы все условия. Мы открыли прекрасный ледовый дворец, который работает сегодня. Шести часов дети начинают кататься, если взять уже современную жизнь. Это как по классике уже, если взять, то... Зрительный зал сделали 7,5 тысяч, соответственно, хотя там думали 3,5, а сейчас шоу проводят по разным направлениям, плюс тренировочный каток. Еще один ледовый дворец должен появиться рядом с кадетским корпусом. В этом году на строительство заложили 60 миллионов рублей. В следующем запланировано еще 180. Это здорово. После беседы с главой Чувашии олимпийскую чемпионку пригласили посмотреть на столицу республики с высоты птичьего полета под самый купол дома правительства. Там взять интервью у спортсменки смогла и наша съемочная группа. Девушка рассказала, очень жалеет, что не застала своего героического прадедушку. О том, насколько он был бесстрашен в небе, она знает по рассказам бабушки. Мне бабушка рассказывала, что у меня есть нотки его характера. Это действительно очень... Я очень этому рада, потому что я тоже, как можно сказать, бесстрашная. И иду на пролом, и у меня есть что-то дедушкино. Я с большим удовольствием буду приезжать сюда, если меня будут приглашать, давать мастер-классы, просто какие-то делать встречи, может быть, с детишками, рассказывать свою историю жизни, делиться каким-то опытом. Потому что все-таки я опытная спортсменка, 18 лет в спорте, поэтому я многое знаю и готова делиться, ездить по регионам. Не только сюда, вообще готова ездить везде, чтобы помогать детишкам. Поэтому я всегда открыта. И, я думаю, все возможно, чтобы найти время и приезжать. Ольга Пырочкина, Галина Титарчук, Валерий Резюков, Республика.